Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В гостях у меня сегодня Александр Осин, начальник отдела продаж компании «Видекон». Александр, здравствуйте! Добрый день, Наталья! Как я люблю говорить, мы живем в 21 веке, да, и над цифровым телевидением сейчас уже никого не удивишь. Мы все привыкли к хорошей картинке в телевизоре, к большому количеству каналов. И вот все-таки вопрос, что выбрать – эфирное, бесплатное телевидение или кабельного оператора, он все же остается открытым. Вот давайте мы с вами обсудим эту тему. Да, действительно, есть программа федеральная по развитию цифрового эфирного телевидения. Программа рассчитана до конца 2015 года. Но уже сегодня Рязанским областным радиопередающим центром началась трансляция первого мультиплекса. Это набор обязательных федеральных каналов. Каналы транслируются в формате ДОБТ-2. И для большинства несовременных телевизоров, для их просмотра потребуется дополнительная цифровая приставка. Но все же жителям мегаполиса, городским жителям, живущим в квартирных жилых домах, привычнее, удобнее, да, и выгоднее, я думаю, пользоваться кабельным телевидением. Тем более наша компания «Ведикон» начала трансляцию цифровых каналов уже больше пяти лет назад. И мы ведем трансляцию каналов в формате HD. То есть это формат высокой четкости. Яркая, насыщенная картинка, стереозвук, даже есть возможность выбора языка сопровождения канала. То есть получается, что выбор кабельного оператора очевиден? Ну, по большому счету, да, потому что кабельное телевидение является более универсальным. Ведь вещание и цифрового, и аналогового сигнала ведется по одному кабелю. Это очень удобно. К примеру, если у вас в квартире стоит современный, большеформатный телевизор с поддержкой цифрового сигнала, то можно настроить качественное цифровое телевидение на нем. А на всех остальных телевизорах в квартире пользоваться обычным кабельным. Это удобно и без дополнительной платы, без покупки дополнительного оборудования. Еще некоторые преимущественно кабельного цифрового телевидения по сравнению с эфирным цифровым телевидением. Эфир подразумевает ограниченный набор каналов. И то есть, если мы сейчас рассматриваем эфирное телевидение в том виде, какое оно есть, телевидение представляет эфирное, только ограниченный набор каналов. В данном случае это 11 федеральных каналов. В сети Vidicon на данный момент вещается более 95 каналов, в том числе и в формате HD. Помимо количества каналов, чем еще привлекательнее, более привлекательное кабельное телевидение? Тем, что есть возможность пользоваться дополнительными сервисами. Это и информационный телегид, то есть программа передач уже на вашем экране телевизора. Есть видео по запросу, есть ряд других интересных сервисов. Так что я думаю, что выбор очевиден. К тому же, я хочу отметить, что пользователям бесплатного эфирного телевидения недоступны услуги по сервисному обслуживанию. То есть, как бы, работает, не работает, обратиться, по сути дела, не к кому. Кабельные пользователи, пользователь кабельного телевидения, за них ответственность несет оператор. И он обязан им предоставлять услугу высшего качества. Помимо телевидения цифрового, Ведикон, это еще и качественный, удобный, быстрый интернет. Правильно? Три года назад мы начали оказывать услуги в Рязани по предоставлению высокоскоростного доступа в сеть интернет. Нами были получены соответствующие лицензии, закуплено и установлено современное брендовое оборудование. И наша оптоволоконная сеть позволяет оказывать услуги высокого качества. И это отмечают наши абоненты. Уже по сравнению с 2013 годом, на текущий момент мы добились 20% прироста абонентов к нашей новой услуге. Удобный интернет, быстрый, выгодный по тарифам, с бесплатными дополнительными сервисами. Все это Ведикон. Интернет от компании Ведикон. Цифровое телевидение, интернет. Но тем не менее сейчас конкуренция на рынке предоставления подобных услуг, она, наверное, велика. Как выдерживаете конкуренцию? Конкуренцию выдерживаем. Я вот сейчас как раз отметил, что мы все быстрее и быстрее обрастаем, если можно так сказать, новыми абонентами. Но конкуренция есть, она всегда будет. Это заставляет и игроков рынка телекоммуникационных услуг предлагать более выгодные предложения, более развивать и спектр предоставляемых услуг. Но, к сожалению, некоторые конкуренты до сих пор еще используют не вполне честные методы игры, скажем так. К нам звонят абоненты и удивленно спрашивают. У нас прошла информация, нам позвонили по телефону или мы увидели объявление в подъезде о том, что компания Ведикон больше не существует и нужно подключаться к другим. Естественно, мы не собираемся ни закрываться, ни как-то приостанавливать свою деятельность. Мы в Рязани давно и пришли надолго, у нас большие средства вложены в развитие нашей инфраструктуры, нашей сети. Мы также подключаем абонентов и будем улучшать только качество наших услуг. А вот этот черный пиар, он лишь свидетельствует о том, что конкурентам просто нечем привлечь больше абонентов. Но на самом деле говорят, что черный пиар – это тоже пиар, да? Тем не менее, да, но не до такой же степени. А вот мало того, что компания Ведикон существует, она вот уже в следующем году отметит свое 20-летие, да? Вот, Александр, что сделано за это время, чего добились, чем можете похвастаться? Помимо того, что вы мне рассказали. Да, действительно, 20 лет – серьезный срок. И за это время была проведена огромная работа. 20 лет назад, когда компания только начисла свое существование, начиналось все, естественно, с кабельного телевидения. Наша компания была одной из первых, кто представил рязанцам качественное кабельное телевидение. Вот, все начиналось с небольшого района в роще, это железнодорожный район, но за 20 лет сеть развелась по всему городу. Мы присутствуем во всех районах. Вот, и число подключенных домов уже перевалило за 2,5 тысячи. 2,5 тысячи жилых домов подключены нами. Это 90% всего жилого фонда. Вот, по сути дела, наша абонентская база достаточно большая. Вот, и если для примера, то, наверное, каждая четвертая семья в Рязани пользуется нашими услугами. Здорово! Отлично! Какие планы на будущее, вот, в первую очередь, наверное, на следующий год, да, который вот уже практически у нас на носу? Да, хочется отметить, что, по сути дела, прошедший уже 2014 год прошел для нас очень позитивно. Мы добились серьезного прироста в абонентской базе. Мы в цифровом телевидении, наверное, добавили десяток новых цифровых каналов в хорошем качестве. Вот, и будем стремиться увеличивать это число. Но мы, по сути, сделали интернет-видеекон самым быстрым в городе. И данные сервиса Netindex.com об этом говорят, мы на первом месте. Вот, также будем совершенствовать и эту услугу, предлагать более выгодные, интересные предложения нашим потенциальным абонентам. Вот, у нас вот в первой половине, вот, уже наступающего года намечен ввод ряда премиальных спортивных каналов. Абоненты очень просят, чтобы мы включили их в свою сетку вещания. Также в планах переход на новую высокоскоростную технологию интернет. Есть чем порадовать. Так что смотрите, следите за новостями на наших сайтах и в социальных сетях, в наших группах. И вот, Александр, не могу не спросить, телеканал городской присутствует в Ведиконе? Да, конечно. Телеканал ваш нам очень нравится. Он популярен среди рязанцев. И мы транслируем его во всех наших пакетах каналов. Присутствует обязательно в сетке вещания. Ну что ж, мы будем стараться, будем дружить. Конечно. Спасибо вам, Александр, огромное. С наступающим Новым годом. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Александр Осин, начальник отдела продаж компании Ведикон. Это программа «Семь минут». Увидимся. Новосибирск. 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 Продолжение следует...